Во главе угла рабочей поездки главы правительства финансовое оздоровление сельхозорганизации Брещена. Одно из решений – разработка дорожной карты для каждого хозяйства, имеющего какого-либо рода проблемы. Только индивидуальный подход поможет стабилизировать ситуацию. Мы определились, что буквально до конца года мы по всем ключевым требующим решения позициям по предприятиям. Во всяком случае, дорожные карты, как по этим предприятиям поступать, как их выводить из этого сложного финансового положения. А там есть разные подходы и досудебные процедуры, и постисудебные, и процедуры антикризисного управления, санации предприятий. Все эти наборы инструментов присутствуют, и мы очень тщательно эти вопросы посмотрели. Просто не будет ни для руководителей, ни для тех, кто работает в сельхозорганизациях. Требуется соответствующая нормативная база, подчеркнул Андрей Кобяков, безоговорочно согласный с этим утверждением, и руководители областной вертикали. Работы предстоит еще очень много. Мы практически только, наверное, прошли четверть пути, если так вообще выразиться, с точки зрения реализации этих указов. Непростая работа, требующая индивидуальной работы с каждым сельхозпредприятием, требуется ювелирная, индивидуальная работа. Общего шаблонного решения всех под копирку, условно всем дать денег, или никому не давать денег, или, допустим, всех реформировать, всех ликвидировать, или там что-то еще такое всеобщее. Таких общих, единоисполняемых рецептов просто нет. Но инструменты, которые глава государства дал этими указами, они, в принципе, дают возможность местным органам власти, при непосредственном участии и республиканского органа госуправления, банковской системы, находить выход из этих решений, причем не затягивая. О результативности мер по улучшению финансово-экономического состояния предприятия разговор велся уже непосредственно на промышленных объектах. Инструментальный завод «Ситома», работающий с советских времен и стоящий в те годы довольно крепко на ногах, является единственным в республике специализированным предприятием по изготовлению слесарно-монтажного инструмента. Но ситуация на нем сегодня достаточно сложная, хотя неплохие подвижки имеются. Благодаря инвестициям на предприятие снижены энергозатраты и запущена новая линия цинкования и оксидирования, что позволило выпускать ключи нового образца. Наша дальнейшая задача – это модернизация инструментального цеха, чтобы от получения заказа до выхода готового продукта максимально сократить сроки, а также расширить ассортимент выпускаемой продукции. Вроде мы много, 400 производим позиций, но для того, чтобы быть успешным на рынке, это уже мало, надо еще столько же. Тогда мы можем увеличивать ассортиментный перечень, можем в полном объеме удовлетворять заказчикам в плане проведения тендерных процедур и так далее. Пока мощности «Ситома» используются лишь на 60%. Продукция не является конкурентоспособной. При достаточно хорошем качестве инструмента, веско заметил глава правительства, упаковка непрезентабельная, оставляет желать лучшего. Сегодня и этот факт играет роль. С советских времен предприятие, казалось бы, могло бы очень серьезно работать и не только в производственной технической кооперации, что в общем-то было изначально и его предназначением, но могло бы работать в розничной сети, в торговле. Но вот наш такой, к сожалению, редкий случай, когда я говорю советский подход, еще старый, нерыночный, в общем-то, когда делать хорошую, качественную, достаточно продукцию, инструмент, который отличается и по прочностным своим качествам, вот, ну, не всегда, скажем так, привлекательный внешний вид, не всегда, практически я там не видел пока еще до сегодняшнего момента упаковки, которую можно было бы рассмотреть как привлекательную, которую хотелось бы подарить, допустим, другу. Как пример правильного менеджмента, кобринское предприятие «Полесье», специализирующееся на производстве детских игрушек и игр. Благодаря грамотной политике по продвижению услуг, осуществляемого на основе целенаправленного изучения потребительского спроса, обеспечивается высокий качественный уровень продукции, удельный вес экспорта свыше 80%. Более 40 стран мира знают кобринского производителя игрушек, а это показатель успешной работы. Прекрасные условия, прекрасное оборудование, интересная содержательная работа, молодые лица. Вот, обратили внимание, что конструкторы, технологи и рабочие, которые, они все, в общем-то, видно, что с большим желанием, удовлетворением трудятся, и вознаграждение затрудится, и заработная плата. Достаточно успешно сегодня работает и кобринская предельно-ткацкая фабрика «Ручайка». Это, опять же, грамотная политика руководителя, убыточная и нерентабельная долгие годы. Предприятие с 2015-го работает прибыльно. Темп роста товарной продукции составил более 148%. Рентабельность продаж почти 10%. Чистая прибыль – 795 тысяч рублей. Предприятие провело работу по диверсификации рынка сырья и сегодня выпускает материал ПВХ для баннеров и автомобильных тентов. Практически 70% продукции идет на экспорт. Основной рынок сбыта – Российская Федерация и Казахстан. Мы собираемся сделать свое производство готовых изделий. То есть из наших материалов, как продолжение, уже до сих пор мы выпускали полуфабрикаты, надеемся выпускать готовые изделия. То есть малые архитектурные формы, тенты для автомобилей, палатки разного рода, навесы и так далее, ангары. Сейчас идет написание инвестиционного плана бизнес-проекта. Бизнес-план инвестиционного проекта идет. Подобрали оборудование, пока так считаем наши затраты на его реализацию. Работа в современных условиях, в нынешней экономической ситуации требует определенно нового подхода к организации процесса и руководящего состава предприятий, и трудового коллектива, резюмировал Андрей Кобяков. К сожалению, вот эти детские болезни, так называемые еще со старых времен, они еще присутствуют. Поэтому здесь нужно даже не столько повложения, не столько инвестиций, хотя это тоже требуется, но здесь больше, наверное, отношения к делу, желания, подбор кадров, работа в современных условиях. Вот то, что требуется от, допустим, предприятий, которые явно пока не догоняют, явно не соответствует тем возможностям, да и тем потребностям, которые, в общем-то, предъявляются к тому, что человек, приходя на работу, должен получать надлежащее вознаграждение и за свой труд, и получать удовлетворение от той работы. Пока, допустим, это не везде в Кубринском районе. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.